Сохранят 25. Мэрия Сочи составила список самостроев, которые не будут сносить. Не пропустил скорую от 5000 до 4 лет тюрьмы. Ужесточено наказание для тех, кто мешает врачам добраться к пациенту. Набережная реки Сочи и улица Пластунская будут благоустроены до августа. Такое поручение сегодня дал мэр города. В Сочи пройдут соревнования по спортивной поплавочной ловле. На открытый городской турнир ждут и новичков. Второй глобальный саммит по производству и индустриализации стартовал в Екатеринбурге. Туда накануне приехали представители из более чем 40 стран. Участие в мероприятии принимают около 2000 человек, в том числе и делегации из Краснодарского края, которую возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Главным событием дня стало выступление президента России. Владимир Путин обратил внимание собравшихся на внедрение инновационных подходов в производственные процессы. Главной темой саммита стало применение так называемых природоподобных технологий. Природоподобные технологии, которые воспроизводят естественные процессы и системы, работают по законам природы. Пример природоподобных технологий – это, как ни странно, на первый взгляд прозвучит термоядерная энергетика, которая фактически является подобием производства тепла и света в недрах нашей звезды, в недрах Солнца. Потенциально мы можем получить колоссальный, неисчерпаемый и безопасный источник энергии. Но и в случае с термоядерной энергетикой, и в решении других фундаментальных задач мы добьемся успеха только в том случае, если наладим широкое международное сотрудничество, взаимодействие государств, бизнеса, объединим усилия ученых, представляющих самые разные научные школы и направления. Глобальный саммит по производству и индустриализации в Екатеринбурге проходит параллельно с выставкой «Иннопром», где также обсуждают развитие промышленности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже с утра находился на полях деловой площадки. Несмотря на то, что Кубань больше ассоциируется с курортами и сельским хозяйством, регион способен предложить интересные решения и в промышленном секторе. Наши коллеги расскажут обо всем в подробностях. В международной выставке «Иннопром» Краснодарский край участвует во второй раз, но впервые в таком масштабе. На региональном стенде площадью 200 квадратных метров представлен весь промышленный потенциал Кубани. Например, пять предприятий разместили макеты своих продукций. Здесь и высокоточные станки, и новинки сельхозтехники, или, например, вот такой арт-объект могут изготовить на Абинском электрометаллургическом заводе. Бетонные стены, деревянные столы, металлические полы. Сама экспозиция края наглядно демонстрирует, в каких направлениях сегодня развивается промышленность Кубани. А такая отрасль, как станкостроение, только на пути к возрождению. Еще год назад именно на этой выставке проект восстановления завода имени Седина был презентован главе Минпромторга Денису Мантрову. И сегодня теперь уже южный завод тяжелого станкостроения представляет модель высокоточной машины, которая станет достойным конкурентом зарубежным аналогам. Для нас это сегодня очень важно, потому что завод развивается. На сегодняшний день уже более ста человек. Наше намерение этот проект довести до уровня 300 человек рабочих мест и выполнить ряд задач для импортозамещения по станочному оборудованию. Такая модель предназначена для крупногабаритных деталей, которые используются в авиастроении, атомной энергетике и других отраслях промышленности. Что сегодня можно поставлять из Краснодарского края на зарубежные рынки, глава Кубани Вениамин Кондратьев обсуждает с гендиректором российского экспортного центра Андреем Слепневым. После возрождения машиностроения на Кубани с танками и техникой планируют обеспечивать и внешние рынки. Завод имени Седина входил в пятерку самых больших заводов СССР в свое время. И это был на самом деле флагман. Вот сегодня, слава богу, площадку удалось сохранить. Самое интересное, что удалось сохранить вот ту инженерную мысль тех конструкторов, которые когда-то были молодыми сегодня, они уже не очень молодые, но тем не менее также горят желанием максимально заниматься тем любимым делом, которым они изначально в своей жизни выбрали, чтобы заниматься. И сегодня у них эта возможность появилась. Конструкторское бюро, одно из первых они сегодня возродили, пытаются сегодня, понятно, пока ремонтировать, но я думаю, что в скором будущем этот завод, это предприятие, которое будет выпускать уже новые станки, и они тоже могут быть предметом экспорта. И сегодня для нас это принципиально важно. Давний партнер региона, немецкая компания «Класс» на стенде «Край» демонстрирует последние модели сельскохозяйственной техники. Гендиректор российского экспортного центра интересуется не только об экспорте кубанской продукции, но и о том, на какой стадии сегодня сбор зерновых. Урожай не только выгодно большой вырастить, а намного важнее собрать. Как вырожайать? Собрать. Хороший урожай, я думаю, что в среднем урожайность сегодня 65, можно же сказать, центров с гектара. Это рекордная урожайность для Кубани. Не хочу говорить по валовому сбору, сколько планируем, осталось подождать совсем немножко. Но обещаю, что будет не меньше, чем в прошлом году. Экспортный потенциал региона обсуждали уже в переговорной. Перед краем стоят амбициозные задачи. К 2024 году достичь почти 4 миллиарда долларов США по экспорту. Выйти на внешние рынки кубанским производителям поможет специальная электронная торговая площадка. Соглашение об этом подписали Вениамин Кондратьев и Андрей Слепнев. Сегодня мы отписываем соглашение о создании электронной площадки, что является новым подходом для того, чтобы наши предприятия, наши производители осваивали международный рынок. Что она дает? Конечно, она дает более оперативный, быстрый выход на международный рынок. И не только для больших предприятий. Я уверен, что электронная площадка даст возможность и небольшим предприятиям тоже попытаться выйти с экспортом на международный рынок. Для нас это сегодня принципиально важно. Иван Иванович, спасибо огромное. Действительно, мы со своей стороны с удовольствием транслируем славу встречной благодатности Краю за его вклад в развитие экспорта. Безусловно, это такой ключевой, сильнейший регион. И его вклад в наши цифры, которые поставил президент, он видел. Действительно, увесистый. У делегации Краснодарского края на промышленной выставке насыщенная деловая программа. В рамках форума было подписано соглашение, которое предусматривает запуск собственного производства велосипедов в регионе. Детали уже известны. Предприятие заработает в станице Крыловской на площадке простающего завода. Российский рынок велосипедов сегодня зависим от импорта. В основном из азиатских стран. Но и у российского производства есть все перспективы. Сегодня важно, чтобы развитие экономики региона в виде любого инвестора, большого или маленького, оно было. А вы заходите с серьезными инвестициями. Помимо того, что мы на самом деле возрождаем Крыловской веломо-завод, который когда-то производил велосипеды, пусть он их собирал. Да это не столь важно. Людям не совсем это понятно, локализация, либо сборка. Им важно само производство, чтобы они видели, что завод работает и выпускает продукцию, либо товар. Как минимум 250 мест планируется у вас на этом заводе создать. Налоги, которые будут. Ну и в целом, как я уже сказал, то есть само возрождение веломо-завода для нас это очень серьезный шаг для того, чтобы мы говорили о том, что мы развиваемся. На главной экспортной витрине российской промышленности нашлось место и 7-метровой касатки. Это спортивная моторная лодка. Таких маломерных судов в крае никто не производит. Катер способен развивать скорость до 120 км в час и не терять стабильности хода. Предприятие, которое находится в Приморско-Ахтарске, уже заключило контракт на поставку в Башкортостан. И только за первый день работы международной выставки подписало более 30 предварительных договоренностей на производство и поставку катеров в разные регионы. Уже точно известно, что лодки кубанского производства отправятся в 5 субъектов страны. В целом, про реки, которые на самом деле в нашей стране их очень много. И она очень удобная. Она универсальная лодка. Мы на самом деле должны сделать все, чтобы эту лодку узнали. Вот наша задача, чтобы эту лодку узнали во всей стране. А его задача сделать так, чтобы тот спрос, который на него возникнет, был удовлетворен. То есть качество лодки в первую очередь. Ну, а дальше, конечно, можно пожелать ему только количество лодок, которые он будет производить. Спрос рождает предложение. Это принцип рынка. И вот сегодня, конечно, предложение должно быть высококачественным. Сегодня это диктует рынок. Поэтому мы должны максимально использовать вот такие умелые руки, голову, для того, чтобы сегодня рынку дать качественное предложение. Первые соглашения уже подписаны. Однако об итогах форума пока говорить рано. Международная промышленная выставка «Инопром» завершится только 11 июля. Яна Вузычкина, Алексей Комаров, Кубань-24, Екатеринбург. Экспорт вина, современная мусоропереработка и выращивание экологически чистых продуктов. Губернатор Краснодарского края на встрече в Москве с послом Финляндии обсудил перспективные направления сотрудничества. Говорили как о создании совместных предприятий, так и о поставке кубанских продуктов на рынок Финляндии. В крае уже складываются определенные бренды, которыми гордится наш край. Я думаю, что являются они уже гордостью России. Это, конечно, наше вино. Вино, которое производится в Краснодарском крае. И поверьте, это по-настоящему качественное сегодня вино, которое по соотношению цены и качества, наверное, не уступает мировым винам. Мы просто просим равные условия, в том числе, чтобы мы могли зайти на финский рынок с кубанским вином и попытаться его завоевать с точки зрения, как говорится, вкусовых приоритетов жителей Финляндии. Довольно часто супругами ужинаем. Мы каждый раз заказываем именно украшнодарское вино. То есть я не понаслижки знаю качество, там действительно есть хорошая вина. И просто так скажу, что в Финляндии, конечно, есть определенная система. У нас госмонополия на продажу. Если кубанские вина попадут в лавках, эта монополия, я думаю, что может считать это повышенным достижением. Я думаю, что это вполне реально. За прошлый год внешнеторговый оборот Краснодарского края с Финляндии превысил 82 миллиона долларов. В основном Кубань поставляла в Северную Республику нефтепродукты и машиностроительное оборудование. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. И к другим новостям. Мэрия Сочи составила список самостроев, которые предполагается сохранить. Подготовлен проект распоряжения об оказании содействия гражданам, вложившим свои средства в строительство незаконных домов. В списке 25 объектов. 8 в Адлерском районе, 10 в Хостинском, еще 7 в Центральном. В проекте оговариваются условия мировых соглашений. В тексте соглашения должны быть прописаны порядок и сроки устранения нарушений, выявленных экспертом в рамках судебного заседания. В итоге объект должен быть подключен к сетям нормативной мощности и в целом соответствовать требованиям безопасности. Окончательный перечень домов опубликуют, как только будут получены все согласования. Все 25 объектов, указанных в проекте распоряжения, были построены без разрешений либо с отступлениями от выданного разрешения на строительство. Однако в них уже проданы квартиры и люди успели вселиться. Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в прокуратуре. Тем временем собственники и застройщики уже готовят свои проекты мировых соглашений. У каждого объекта свои недочеты, которые придется устранить ради сохранения всего здания. Но сохранять это точно не о следующем объекте. В Сочи нашли самовольно построенный завод. Узел по переработке песчаногравийной смеси рядом с железной дорогой в Адлере обнаружила сочинская транспортная прокуратура. У предприятия ИСП «Строй» не оказалось документов на землю. Владельцы завода оштрафованы на 700 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил разобрать все конструкции и освободить участок. За этим проследит транспортная прокуратура. А депутаты Госдумы ужесточают наказание для водителей, которые не пропускают на дороге скорую помощь. Госдума приняла сразу два законопроекта, предусматривающих наказание за нападение на медработников и попытки не пустить врачей к пациентам, в том числе за блокирование машин скорой помощи. Принятые поправки вводят новую статью «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». За это предусматривается штраф от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Ужесточится наказание и после принятия поправок в Уголовном кодексе. Если врачу создадут препятствие по доступу к больному, из-за чего будет причинен вред здоровью этого пациента, нарушителя накажут штрафом в 40 тысяч рублей, либо исправительными работами до одного года, либо арестом на срок до 4 месяцев. В случае смерти пациента – 4 года принудительных работ или тюрьмы. Сточаются санкции для водителей, не пропустивших машину скорой помощи. Сейчас за это грозит штраф 500 рублей и возможно лишение прав на срок до 3 месяцев. Принятые поправки повышают штраф до 5 тысяч рублей, а нарушители могут лишиться водительских прав сроком до одного года. Продолжаем выпуск. Набережные реки Сочи и улица Пластунская будут благоустроены до августа. Такое поручение дал мэр Сочи Анатолий Пахомов во время очередного обхода по центру города. О конкретных изменениях расскажет Татьяна Говоркова. Состояние улиц города на постоянном контроле у мэра еженедельно. Анатолий Пахомов совершает обходы. На этот раз он прошел по улице Пластунской и сразу обратил внимание на опорную стену. Откладки в некоторых местах не осталось и следа. Вопрос вызвали и тротуары. Со стороны перинатального центра на него постоянно что-то стекает. А на противоположной от пешеходной тропинки почти ничего не осталось. Хозяин этого нового строения до августа должен убрать неприглядный забор и сделать тротуар, отметил Пахомов. Далее в сторону химчистки будет проложен новый тротуар. Мэр обратил внимание и на состояние заборов частных домов. Последний раз хозяева приводили их в порядок к Олимпийским играм. С тех пор никто ограждение не мыл. Мэрия привлекла добровольцев, но все-таки поддерживать свои территории в надлежащем виде обязаны собственники. Во время обхода мэр не проигнорировал и ситуацию с громкой музыкой из машины, хотя это дело правоохранительных органов. Чересчур громкая музыка из авто, к сожалению, довольно частое явление на улицах города. Этот водитель приехал из Усть-Лабинска. Перевоспитать таких меломанов вряд ли получится, но рейды с участием представителей УВД и волонтеров участятся. Прошел мэр и по набережной реки Сочи со стороны улицы Конституции. И мы с вами видим, что набережная, которую тоже делали к Олимпийским играм, она тоже уже требует капитального ремонта. И мы даем поручение начальнику департамента транспорта и дорог тоже до 1 августа привести в порядок. Ну а то, что касается плитки, то, что касается лавочек, то тоже главе района дал такое поручение. К августу обновят и забор бывших очистных сооружений Новогинские. Стоки теперь перенаправлены на новые Бзугинские очистные. А эту территорию город готов отдать для развития инвестору, который предложит полезный для курорта проект, ведь рядом отличная речная набережная. Этот участок десятилетия был полосой препятствий пройти, а тем более с коляской мешали огромные трубы. Анатолий Пахомов несколько лет назад добился переноса коммуникаций, после этого по поручению мэра набережную благоустроили. Тем самым продлили ее от центрального рынка до Краснодарского кольца. Теперь набережная здесь заменяет тротуар. Пройти к остановке автобуса гораздо приятнее вдоль реки, а не по обочине дороги. Но помимо лавочек и парапета, здесь обновят и опорную стену, которая уже стала холстом, увы, не для художников. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сказано, сделано. Городские власти начали ремонт скейт-парка. На Цветном бульваре удалось исправить некоторые проблемы самой конструкции и решить вопрос освещения. Фанера немного выпирала. Вот она сейчас как раз закреплена в единую плоскость. Еще несколько недель назад из рампы торчали шурупы. Тогда сочинцы жаловались на небезопасную площадку. Также от времени на фанере образовались вмятины. Пока бюджетных средств хватило на замену лишь части покрытия. Тем не менее, основные проблемы площадки удалось решить. Сказать, что сейчас он полностью на 100% готов, конечно, мы не можем. Но уже то, что намечена такая хорошая тенденция, это, безусловно, отмечают и сами ребята, которые здесь катаются. Конечно, есть проблемы, еще остались с некоторым покрытием. Но понятно, что за раз это все сделать было невозможно, потому что выделенные средства хватали не на весь ремонт. В планах заменить оставшуюся часть фанеры, приварить трубы в основании рамп и облагородить близлежащую территорию. На ремонт фан-бокса из городской казны было выделено почти полмиллиона рублей. Помимо замены части покрытия, этой суммы хватило и на освещение. Из-за отсутствия фонарей раньше здесь катались лишь в светлое время суток. «Освещение здесь тоже хорошее, хорошее покрытие. То есть раньше вылазили шурупы, об них спотыкались, мы падали. Катаемся мы примерно... Мы примерно катаемся где-то две недели. Ну, недолго. Именно здесь. Еще ходили на стерео. На стерео. Она вся поломанная, там можно убиться, если честно. А здесь нормально, покрытие хорошее, шурупы закручены, все нормально». Фан-бокс возле виллы «Вера» также ждет обновления. Проблем там больше, а значит понадобится и больше средств. На эти цели из городского бюджета уже выделено больше полутора миллионов рублей. «Ремонт будет капитальный, поменяется полностью все верхнее покрытие. Там установятся урны. То есть он обновится полностью и будет приятно и комфортно кататься всем». Ремонт начнут в ближайшие дни. Правда, на время работ площадку закроют для посетителей. А пока любителей экстремальных видов спорта ждут на Цветном бульваре и в других скейт-парках Сочи. По словам специалистов, фан-бокс возле виллы «Вера» обновят в течение месяца. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. В Краснодарском крае зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Минсельхоз направил в регион рекомендации, как ее предотвратить. В частности, ведомство напомнило, что аграрии должны предупредить пчеловода во планах применить пестициды не позднее, чем за три дня до обработки посадок. На границах обработанных территорий должны устанавливаться щиты с указанием «Обработано пестицидами» и с инструкциями о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках. Летом случаи массовой гибели пчел отмещали в нескольких регионах, в том числе и в Краснодарском крае. И теперь эти регионы выясняют причины случившегося. О результатах чиновники доложат в Минсельхоз. От пчеловодов министерство потребовало устанавливать точную причину гибели их пчел в аккредитованных лабораториях. Причинами могут быть не только применение пестицидов, но и другие факторы. В Сочи пройдут соревнования по спортивной поплавочной ловле. Открытый городской турнир состоится 14 июля. Соревнования по спортивной поплавочной ловле будут приурочены ко дню рыбака, который все любители снастей и удочек отметят в это воскресенье. Открытый городской турнир пройдет на Мацесте, на прудах этнографического комплекса «Вольница» в селе Семеновка. Рыба здесь, в принципе, привычная. Уклейка, карп, карась, амур, толстолобик, которого любят некоторые из наших спортсменов. Соревнования пройдут по стандартным спортивным правилам. Соответственно, багрение рыбы в зачет не идет. Поэтому толстолобик, хоть они его и любят, но придется ловить его за рот. Новички приглашаются, потому что вход свободный. Можно выполнить первый раз в жизни спортивный разряд, а также увеличить свой разряд. Ну и посмотреть вживую, что такое спортивная рыбалка, что такое именитые спортсмены. Соревнования, которые намечены на 14 июля, рейтинговые. Здесь рыбаки также могут пройти отбор в сборную Сочи по спортивному поплавку. Вход на турнир свободный. Кстати, ожидается участие именитых спортсменов, в числе которых чемпионка России по ловле поплавочной удочкой Юлия Стенина. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова